В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Кокпикты восстановлена высоковольтная линия. Бухгалтеры присвоили 16,5 миллионов тенге бюджетных денег. Труппы театра музыкальной комедии проводили на заслуженный отдых Владимира Баженко и Николая Ларина. В селе Кокпикты Бухаржураусского района Карагандинской области продолжаются работы по устранению последствий стихийного бедствия. Сейчас жители поселка очищают свои дворы и подсчитывают убытки. Акимат Бухаржураусского района и многие организации области оказали кокпиктинцам помощь в виде одежды и продуктов питания. К волонтерской группе подключили и жителей села. Общественность не осталась стороне, принимая активное участие в работах по устранению последствий стихийного бедствия в селе Кокпикты Карагандинской области. На сегодняшний день в пункт приема и выдачи гуманитарной помощи поступило 25 тонн новых вещей и продуктов питания. Посильную помощь оказали 27 учреждений и организаций, в том числе Акимат города Астаны, Управление предпринимательства области и многие другие. Чтобы продукты и товары первой необходимости попали в руки потерпевших от подтопления, для раздачи гуманитарной помощи привлекаются жители, пострадавшие от водной стихии. На сегодняшний день гуманитарную помощь получили 678 человек, то есть жители села Кокпикты, это 278 дворов. Значит, с первых дней принято было решение развозить именно поадресно. Значит, как вы видите, вот автомашины, они загружаются и, значит, развозятся поадресно, значит, по дворам. Помогают продуктами и питаниями, деньгами, углем, топливом, бытовой техникой. Распределение и выдача гуманитарной помощи проводится строго адресно. Всё, что там было, вот действительно, загружали в эти фуры, огромные, ну, в эти большие фуры, и развозили по людям. По два-три раза мы возили, уже сама лично просто видела вообще, потому что всех жителей знаю здесь села. И наблюдала просто за этим, как развозят гуманитарную помощь, что именно раздают. В настоящее время гуманитарную помощь уже получили 696 человек, пострадавших в результате паводка. Одна группа работает по строительной части, где необходим ремонт, где надо новое жильё возводить. Другая группа работает отдельно по скотине. Сколько погибло, актируют, вывозят. Без внимания не останется ни один пострадавший житель села Кокпикте, сказал Аким района. Жители довольны оказанной помощью. Жазира Абдраимова, Айдунжакан, Бахтяр Оспанов, 1-й Карагандинский. В селе Кокпикте компанией Караганды-Жарык восстановлено 3,5 километра высоковольтных линий, которые были разрушены водой из-за прорыва дамбы. Более 70 домов получили новые приборы учёта после подтопления. Специалисты компании Караганды-Жарык приступили к восстановительным работам сразу в первые дни после подтопления. По четыре бригады в усиленном режиме ежедневно работали в селе. Электрики заходили в каждый двор и проводили необходимые мероприятия. Всего восстановлено и подано электричество в 79 домов. Восемь домов оказались разрушенными и хозяева от помощи отказались. Мы обошли все дома и заменили в тех домах, где были приборы учёта нарушены, то есть попали под затопление. Мы их все заменили. В селе Кокпикты продолжаются восстановительные работы. Департаментом образования Карагандинской области были выявлены хищения бюджетных денег, направляемых на содержание специальной школы-интерната для детей с тяжёлыми нарушениями речи в Тимиртау. После проверки департаментом финансовой полиции Карагандинской области возбуждено уголовное дело. По факту хищения привлечены к ответственности главный бухгалтер и два подчинённых ей работника специальной школы-интерната в Тимиртау. Они обвиняются в том, что в течение полутора лет необоснованно перечисляли на собственные карточные счета и счета трёх несуществующих работников детского учреждения денежные средства в виде заработной платы. Используя электронную цифровую подпись директора учреждения и имея доступ к программе по начислению заработных плат, главный бухгалтер вносила искажения в данный документ и отправляла данный файл, документ, в информационную систему, посредством которой происходило перечисление денежных средств на карточные счета. Согласно заключениям экспертизы, сумма ущерба, причинённого государству, составила более 16,5 миллионов тенге. В отношении подследственных применена мера пресечения в виде залога. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. СПОНСОР ПОКАЗА СПОНСОР ПОКАЧЕСТВЕННОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырёхкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, морёный дуб, тёмно-коричневый, орех и серый. Но и это ещё не всё. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надёжный, прочный. Несвоевременное получение ортопедической обуви и протеза влечёт за собой деформацию ног, инвалидную обречённость детей. Какую им оказывает помощь государство? Каков уровень защиты прав инвалидов? Об этом и не только разбирались сегодня. За круглым столом. На сегодняшний день в Карагандинской области насчитывается 63 385 человек с ограниченными возможностями. Из них 5 016 – дети-инвалиды. Целью круглого стола является выяснение уровня доступности детей-инвалидов к ортопедической обуви и протезам. У нас, к сожалению, предстоит ещё очень большая работа для того, чтобы интегрировать инвалидов, большое внимание обратить к детям инвалидов. И сейчас, когда мы говорим о безбарьерной среде, мы говорим, конечно, есть ещё проблемы по пандусам. У нас мы говорим, что есть пандусы, однако большинство из них не соответствует тем требованиям, которые есть. И мало того, что есть пандусы, там есть проблемы с туалетами, там есть проблемы с этими порогами. Протезно-ортопедическая помощь проводится за счёт средств из государственного бюджета. Однако выяснилось, что эти технические средства поставляются детям поздно, что является одной из причин деформации конечностей. Родители вынуждены покупать дорогостоящие медицинские приспособления за свой счёт. Вот и живой пример этому. В Караганде у нас умыт. Почему? Услышьте мою крик, почему этот умыт? Он с трёх лет. А что, до трёх лет мой ребёнок не человек, мой ребёнок не гражданин РК. До трёх лет я ждала, я год жду, год жду, чтобы мой ребёнок, у него спастическая диплигия, понимаете, этот постоянный тонус. И нам надо получать детспорт через шесть лет. В городском Акимате прошёл семинар по вопросу суицидального поведения среди несовершеннолетних и профилактики религиозного экстремизма. На семинаре присутствовали полицейские, инспекторы, психологи и директоры школ города. Подробности в следующем материале. Семинар проводился в целях профилактики предотвращения суицидов и религиозного экстремизма. В прошлом году среди несовершеннолетних участились самоубийства и его попытки. К тому же вся страна до сих пор помнит о страшной трагедии, которая случилась летом. Убийство маленькой Ани Ткаченко. Девочку задушили 10-летние подружки. Малолетним преступницам показалось, что Аня украла их любимую куклу. В отдаленных районах области школьники совершали самоубийство. Это тоже на памяти карагандинцев. Все дети из благополучных семей. Сегодня на семинаре как раз разбирали именно эти вопросы. Почему дети совершают такие страшные поступки? Неужели они психологически не готовы вступать во взрослую жизнь? Разбор этих событий провели как раз в преддверии надвигающегося экзамена по ЕНТ. Проблемы ведь лучше предотвратить, чем разбираться в последствиях. В преддверии весенне-летнего периода, периода летней трудовой занятости, мы хотели расставить еще приоритеты в данном направлении. Приглашенные психологи считают, что на сегодняшний день суицид принял нешуточный оборот. Эти страшно необдуманные поступки несовершеннолетних можно предотвратить. Если в семье, как считают психологи, не будет разногласий, то будут предотвращаться не только самоубийства, но и внезапные приступы к агрессии у детей. На семинаре все участники задавали интересующие их вопросы. Профилактические работы среди молодежи по предотвращению суицидальных проявлений будут проводиться как можно чаще. Амин Смакова, Айдын Жакан, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. По видеоконференц-связи и Генеральной прокуратурой Республики Казахстан совместно с Национальной палатой предпринимателей было проведено совещание по вопросам предпринимательства и отсутствия в регионах правового регулирования определенных сфер отношений, затрагивающих права предпринимателей. Правительством Республики Казахстан предоставляются все возможности для развития малого и среднего бизнеса. Объявлен мораторий на проверки. То есть предпринимательству дается своеобразный карт-бланш для создания мощного среднего класса в стране. Вновь выразить свою поддержку и принять какие-то понятные решения для предпринимателей, которые помогут им в целом более осознанно и без всяких игрок двигаться в развитии своего бизнеса. На совещании по видеоконференц-связи в прокуратуре области приняли участие представители региональной палаты предпринимателей, руководство ДБ ЭКП по Карагандинской области, налогового департамента и представители других управлений региона. Поднимались проблемные вопросы изменения целевого назначения земельных участков по зеленым насаждениям законности, выдаваемых в заключении различными контролирующими органами. По Карагандинской области правила утвержденных насаждений, они действуют, уже вступили в законную силу, лишь после вмешательства прокуратуры области. Касательно изменения целевых назначений земельных участков, это вопрос стоит очень остро. Каждое обращение предпринимателя находится на особом контроле у прокурора области. Нами еженедельно проводятся совещания в рабочем порядке с региональной палатой предпринимателей, на котором мы обсуждаем все проблемные вопросы и находим пути решения его. По результатам проведенного совещания Генеральной прокуратуры Республики даны конкретные поручения по обеспечению защиты прав субъектов частного предпринимательства. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Карагандинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей Дарын не первый год готовит детей к высокому образованию. Учащиеся данной школы ежегодно занимают призовые места на многих конкурсах. Сегодня чествовали учеников, которые заняли первое и третье места в научно-практическом конкурсе, проходившем на Байконуре. В конкурсе, в котором ребята защищали свои научные проекты, участвовали учащиеся школ со всех городов Республики. На суд-жюри были представлены детские научные работы по разным секциям. Но все же основной акцент был сделан по таким предметам, как математика, физика и астрономия. Школьники Дарын оправдали возложенные на них надежды учителей и показали высокие результаты. В итоге ИЗАД Адильжан стал обладателем почетного первого места. Ну а Шаймуханветов Айдос, Динаргуль Мухамеджанова, Айгирим Жумабекова и Шарипулаев Талиужан заняли третьи места. Наш проект – это закалка стали с помощью лазерного излучения в космическом приборостроении. Суть его, то, что мы закаливаем стали с помощью лазерного излучения, это будет более дешевым, и срок службы данной детали увеличится во много раз. Цель – мы хотели увеличить срок службы деталей. Динаргуль Мухамеджанова защищала проект по математике. До этого девушка участвовала в областном конкурсе молодых исследователей. Она обошла многих конкурсантов и удостоилась третьего места. Теперь Динаргуль готовится к международному конкурсу, который пройдет в Кипре. Там девушка представит свою работу уже на английском языке. У меня проект по математике называется «Цепные дроби. Их использование». Я заняла третье место в республиканском конкурсе проектов. Теперь собираюсь на международный в Кипр, международный конкурс проектов. На международном конкурсе мы будем защищать на английском языке. Наша цель – использовать вот эти непрерывные дроби в секции физики, в астрономии, в ботанике и в остальных секциях. Проведение таких конкурсов дает ребятам огромную возможность развивать свои научные способности, участвовать в интересных проектах, разрабатывать новые нанотехнологии. Гульнур Жакенко, Ират Рашитов, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Двоих сотрудников театра музыкальной комедии проводили на заслуженный отдых. Это артист-вокалист Владимир Баженко и бутафор-декоратор Николай Ларин. В торжественной обстановке они приняли многочисленные подарки от своих коллег. Карагандинский академический театр музыкальной комедии сохранил добрые традиции в отношении людей, которые внесли значительный вклад в становление культуры нашей области. Однако жизнь диктует свои условия. Случается такое, что человеку пора уходить на заслуженный отдых. В театре музыкальной комедии сегодня честовали двоих работников – артиста-фокалиста Владимира Баженко и бутафора-декоратора Николая Ларина. Владимир Степанович Баженко о нем, конечно, можно сказать достаточно много приятного и даже поучительного, потому что его биография наполнена и насыщена, казалось бы, несовместимыми направлениями жанровыми, его профессиональной деятельностью. То есть, если внимательно посмотреть на начало его творческой, трудовой карьеры, это он был производственником, он был человеком рабочей профессии. Владимир Баженко принимал участие в строительстве и запуске канала «Иртыш Караганда». Его основная жизнь быстро поменялась, когда в нем увидели и поэтическую натуру. 41 год Владимир Баженко отдал театру музыкальной комедии. Сегодня его труд отметили в областном управлении культуры. На творческом вечере отметили многолетнюю работу бутафора-декоратора Николая Ларина. Почти все художественное оформление к спектаклям этот мужчина делал своими руками. Директор музыкальной комедии вручил ему благодарственное письмо, а коллеги, которые работали с ним рядом, сказали много добрых слов. Работать с вами было в нашей команде, была большой честью, потому что, что бы вы ни делали, вот любую вещь он делал, как бы выручал, спасал. Ту же самую ось на станке или там сложные вещи он всегда мог спокойно посоветовать или сделать, всегда вручал. Вот он уходит, я не знаю даже, кому будем прощаться. Долго не хотели прощаться коллеги с ветеранами театра музыкальной комедии. Молодые актеры всегда будут вспоминать их добрым словом и с радостью ждут новых встреч в здании театра. В Караганде проходит республиканская спартакиада по волейболу среди команд управления специализированной службой охраны Министерства внутренних дел Казахстана. 20 команд со всех концов страны собрались в спортивном комплексе «Жастар», чтобы оспаривать первенство на спортивной площадке. На открытие спартакиады прибыл начальник управления специализированной службы охраны города Астаны Нургазин, заместитель начальника ДВД Карагандинской области Нтыкбаев. Они пожелали спортсменам удачи в играх. Сегодняшний полицейский без физической подготовки просто не сможет полноценно нести службу. И это отлично понимают молодые служащие управления. В нашем коллективе работают высоковолюцированные кадры, прошедшие специальную подготовку в специальных учебных заведениях МВД, которые готовят не просто полицейских, а сотрудников, охранных подразделений. К тому же они проходят специальную проверку на благонадежность и приверженность общегосударственных интересов. Волейбол – это не только сила и ловкость, это еще и тактика. Занятия спортом сегодня рассматриваются как общегосударственная политика. Здоровая нация – сильная страна. Подобные соревнования позволяют наладить дружеские связи между регионами. Это одно из запланированных соревнований по различным видам спорта, которое проводится в разных городах Республики Казахстан, где сотрудники подразделения на личном примере поддерживают участие в пропаганду главы государства. По результатам проведения данных соревнований команда, занята первого месяца, в дальнейшем будет участвовать в чемпионате по волейболу среди силовых структур. Все запланированные спортивные соревнования проходят в рамках подготовки к открытому чемпионату общественного объединения «Динамо». Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Спасибо за внимание. Аман Сауболмсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова